Вечер во Владимире продолжает телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Автотуризм, новые направления. Так звучит наша тема сегодня. Разобраться в этой теме нам помогут наши гости. У нас в студии председатель правления общественной организации народный контроль Алексей Смирнов. Алексей, здравствуйте. Вечер добрый. И общественный деятель, депутат СНД Александровского района Андрей Дмитриев. Андрей, здравствуйте. Дорогие телезрители, напоминаю, наш эфир прямой. Будут вопросы, если хотите высказать свое мнение, звоните. Телефон в студии прежний 44 40 47. Ну и, наверное, гости со мной согласятся, что автотуризм у нас в России набирает обороты. Дороги, по крайней мере, в Центральном федеральном округе становятся все лучше. Я не знаю, сейчас Алексей, может быть, поспорит по поводу дорог. Но все-таки лучше дороги становятся. Автомобили в семье тоже. Практически каждая семья имеет автомобиль. Автотуризм, вроде как, с одной стороны, достаточно бюджетное направление по сравнению с другими. Популярность растет. Вот, Алексей, согласитесь ли вы со мной, первое, по поводу дорог, второе, по поводу увеличения оборотов популярности автотуризма. И как вы сами лично относитесь к путешествию на автомобиле? Ну, я поддержу, что это самый бюджетный вид отдыха. То есть он самый доступный, потому что действительно сели на автомобиль и поехали. Тем более вы сами выбираете, куда вам ехать. По поводу дорог соглашусь также. То есть благодаря национальным проектам безопасной качественности автомобиля на дороге мы все прекрасно видим, как дороги улучшаются из года в год. То есть если раньше года, ну лет пять назад по региональным дорогам невозможно было ездить, все это прекрасно знают, то сейчас даже можно до Александра доехать без проблем, до Мурома. Ну, федералку до Гороховца понятно, там ее ремонтируют давно. Но наши дороги стали сопоставимы уже с той же самой Нижегородской области, хотя бюджеты наши не сопоставимы, что уделяется там и здесь. То есть я как путешественник со стажем, то есть давно вожу, вот, последние места, которые побывал буквально, ну вот, то есть мы узнали, благодаря вашей коллеге Полине и Артюш, что у нас есть, оказывается, в Муромском районе музей Некрасова, где он, оказывается, проживал. То есть я проживаю там больше 20 лет в Владимирской области, я не знал, но мы сели с женой, поехали. То есть мы в июле побывали в музее Некрасова, посмотрели, где он жил. То есть, естественно, уже его дом не сохранилось, но в школе есть музей. И мы были поражены, что в школе музей, то есть дети, которые обучаются в этой школе, в Малешунина, они обучаются именно в истории. То есть для меня это вообще было так классно. Единственная проблема в том, что кроме этих учеников этот музей давно уже никто не посещал. То есть для меня было удивлением, почему при изучении, например, истории и прочего Некрасова, например, невозможно организовать экскурсию, то есть уже самая Лешунина, чтобы показать, вернее, уроки провести открытый в музее того же самого Некрасова. Буквально в августе недавно выезжали в Судогорский район, там спас Купалище, то есть как место силы для кого-то. Шикарные места, то есть опять же легенды про Ивана Грозного. Мы также поехали в село Борисоглеб, построили Казанскую церковь. То есть, понимаете, у нас мест в Владимирской области очень много. Легко ли их найти, эти места, узнать о них? А вот это уже проблема. У нас есть раскученные места, такие как Суздаль, Жемчужина из Золотого кольца, как сейчас называют, Муром, Гроховец, а вот такие, как у Талишунина, мы с трудом об этом узнали. Спас Купалище, а Владимирцы, конечно, знают. Многие рыбаки знают, там место действительно хорошее. Оно видовое место, там и про целебные источники, там, когда мы приехали, там все написано, что якобы помогает алголизм. Я еще думаю, странно, почему у нас как бы там паломничества нет. То есть, как-то, ну, вот в Владимирской области, как не зайдешь к магазину, вечером там поток не зарастает. Вот, где бы сюда прийти. То есть, такие места, почему, например, наш проект, он направлен именно на популяризацию таких вот мест, которые не совсем раскручены, так скажем, потому что это места нужно смотреть, их нужно посещать, их нужно видеть, потому что, ну, давайте так, ты приехал, раз узнали, посмотрел, второй раз уже, ну, неинтересно. То есть, там можно приехать, там, на три дня, там, потусить, погулять на Новый год, а просто приехать через год, ты уже задумаешься. А для того, чтобы Владимирская область не отпускала, нужно как раз и показывать такие места, что, ну, многие знают, Владимир, опять же, говорю, но именно москвичи, не знаю, там, те же самые рязанцы, нижегородцы, об этих местах просто не знают. И самое интересное, что особо-то об этой информации-то нет. То есть, вот, ну, если, допустим, набрать в интернете, да, что посмотреть, там, Владимир окрестностей, выйдет Суздаль. Сравно. То есть, он в поиске Яндекса, в топе, да, Суздаль. Поэтому, как раз вот мы и с туристическим, и с туристическим информационным центром Владимирской области, как раз вот вместе мы и работаем над поиском, ну, как их искать не нужно, они существуют. Наоборот, именно, если такое понятие, оно более экономическое, маркетинг. То есть, именно распутка этих мест, чтобы действительно туда люди поехали. Но здесь вопрос возникает сразу же, мало как в двух концах. Давайте вот о проекте чуть позже, на линии зрителя, ответим ему. Алло, Игорь, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Как пандемия подстегнула интерес к аптодиаризму и караванингу в России? Что такое караванинг? Что такое караванинг? Спасибо за ваш вопрос. Кто расскажет? От слова караван, то есть, очень просто. То есть, это цепь автомобилей под названием караван. Ну, караван, караван автомобилей, это караванинг. То же самое в это понятие подпадают автодома. Ну, их, конечно, в Владимирской области, ну, очень мало. Плюс у нас, так называемый, стоянок для автодомов только одна. Опять же, Суздаль. Опять же, Суздаль. Опять же, в ГТК. Вот, то есть, одна площадка, которая, где вы можете свободно дом поставить, подзарядиться, слить, залить воду. То есть, ну, полностью привести его в порядок для дальнейшего путешествия. Помните, лет 7-8 назад большие группы автодомов с Европы шли. И они останавливались там на Соборной площади. Сейчас, конечно, все забыло, запрещено. То есть, Европа очень любила путешествовать. Сейчас большой поток европейцев идет, ну, это в основном финны, они уходят на Архангельск. То есть, они любят такие места, понимаете? То есть, Европа интересуется историей. Им китайский шипотреб не нужен. То есть, абсолютно не нужен. Но им необходима история. То есть, истинная история. То есть, неподменная. Вот, не как там сейчас пытаются, там, а-ля, там, старые русские деревни выстраивать. Нет, им нужна история. Почему, как вот, Архангельск, туда они выезжают, Петрозаводск, именно в те места, которые... Ну, потому что финны, они из финны. То есть, они до сих пор считают эти места своими, это раз. Вот, но в то же самое время они видят, как живут, например, ихние так дальние родственники, как живут они, как живут дальние родственники. Поэтому, как сказать, опять же, вот эти места, про которые мы говорим, их нужно раскручивать, в том числе, чтобы европейцы видели историю Руси. Не по книжкам, не переповранной истории, а чтобы они приезжали к нам и видели историю натуральную. То есть, истинную историю Руси. Почему мы стали такими сильными? А вот они, истоки. Мы должны просто это все увидеть. Слушайте, ну, если вернуться, да, допустим, к автодомам, почему в России совершенно непопулярна эта тема? Ну, нет, вот, ну, не... Дорогое, да, очень дорогое. Понимаете, одно дело, когда... Ну, что такое автодом? Там, это, грубо говоря, маленькая, ну, квартирка, там полтора-два миллиона. И стоимость такая же, да? Да, это очень дорогое. Опять же, нет инфраструктуры. Вот представьте, вот мы ездили в Спас-Купалище, автодом по этой дороге просто не пройдет. Он не проедет. Он не проедет, да. То есть это невозможно. Опять же, здесь мы говорим доступность, инфраструктура только сейчас начинает задумываться. Ростуризм, так сказать, сейчас грантовую поддержку оказывает с прошлого года, в этом году тоже конкурсы. Именно на развитие инфраструктуры. Потому что необходимо создать сначала что-то, чтобы люди туда поехали. То есть, да, у нас, например, в той же самой Владимирской области есть уникальные места, но той же самой автодом до них не доберется. Ну, вот по вашему мнению, что нужно создавать? Инфраструктуру уже изначально для того, чтобы мог проехать автодом и так далее? Или, в принципе, точку притяжения, чтобы могли проехать, ну, я не знаю, на обычном автомобиле простая российская семья? Точка притяжения, она есть, она уже ведома. То есть мы об этом прекрасно знаем. Нужно создать условия, чтобы точку притяжения через два месяца не загадили. То есть, понимаете, это самое-то главное. То есть у нас многие, то же самое Спас-Купалище, уникальное место. Но, как сказать, мы когда-то разговаривали, как мы сейчас будем популяризировать, там, в интернете, там, будем про него рассказывать. И представили, что там поедет поток туристов. Это вот с одной стороны жирный плюс, с другой стороны жирный минус. Минус нету, контейнеров для мусора нет, туалета нет. Я понимаю, там, ну, представьте, что это будет. Вот для того, чтобы пошел поток туристов, сначала нужно к нему быть готовым. Элементарно быть готовым, что он поедет. Поэтому здесь палка в двух концах. С одной стороны, мы должны эти уникальные места поднимать. С другой стороны, администрация, органы местного управления, исполнительная власть должны понимать, о чем делать. Что нужно сделать, чтобы было привлекательно для туриста. То есть, понимаете, ну, элементарно туалет. Самый простой, но во многих местах этого просто нет. Ну да, плюс его же обслуживать надо. Его недостаточно просто поставить. Его нужно обслуживать. Хорошо. Андрей, ваше отношение к автотуризму, во-первых, где были вот в ближайшее время, недавно, чем можете похвастаться, может быть? Ну, я такой же давнишний турист, без автодомов. Просто на машину сел и поехал. Ну, автодом мечтаете, нет? Мечтаю. Ну, Алексей правильно сказал, дорого, приценивался. Он назвал полтора-два миллиона, это, наверное, автодом-прицеп. Ну, прицеп, да. Самый простенький. Самый простой вариант, да. А так, там, 4-7 и дальше. Это если он прям сел, и у тебя сзади автодом, за ним едешь. Дорогое удовольствие? Ну, я сам лично, конечно, путешествовать люблю. Путешествую по России уже много лет. И в те времена, когда за границу можно было ездить, да, и это было дешевле. Ну, просто нравится, люблю. Владимирскую область вот в это в мае закрыл меленками. Да, это вот остался последний районный центр, который надо посетить. Но по пути следования, конечно, не во все места, даже вот я уже много раз ездил по Владимирской области, не во все места сумел заехать. Даже вот там на ближайших каких-то районах, там, я не знаю, музей Солоухина, да, поворот, тут все хочется заехать. Ну, как-то и едешь вот в другое место. Поэтому поездить у нас есть где, и природные места, и по Александровскому району можно поездить. А последнее, ну, в августе ездили в Рыбинск. Вот, интересно, понравилось. Также, да, сели. Важно что? Важно найти по своему карману жилье в месте назначения, где-то желательно вот в центре, да, чтобы оно было, чтобы было в таком вот в достатке. Понятное дело, что поесть, все это интересно, конечно, ходить, гулять. Ну, насчет там, что человек ищет, историю или еще что-то, ну, у меня там свои какие-то предпочтения. Ну, да, кстати, каким образом выбираете место, куда поехать? Где не был. Ну, слушайте, открывая карту России, мне кажется, очень много мест, где мы не были. Надо далеко, чтобы поехать, надо много времени, а его нет. Значит, первое, значит, первое, это какое-то плечо недалеко. Вот сколько километров? Ну, до 300 километров. До 300 километров, там, до первой остановки, да? До 300 километров, это значит, с одной ночевкой. С одной ночевкой. Хорошо. Дальше. Это место должно быть интересно, да, там, вам всем. По какому принципу вы выбираете, да, это место интересно или там нечего делать, туда не поеду? Или вообще вопрос о ней стоит. Вот есть новый населенный пункт, туда еду. Да нет, так же цепляешься за какие-то, конечно, раскрученные места, которые на слуху, где есть какие-то интересные, либо водные объекты, да, либо, ну, просто там, город побольше. А вот в округе смотришь уже, ну, все подряд. Куда можно съездить? То есть, вот мы ехали в Рыбинск, и мы ехали с заездом, вот, все возможные места. У нас получилось, один день мы ехали туда, к вечеру добрались, один день находились там, и один день ехали назад тоже, назад добрались. И вот там это все хаотично, экспромт. То есть, по дороге смотришь, увидел, что-то увидел, вывеск, да, поехал. Поэтому вот вывески, информационные какие-то подсказки, они тоже важны в таком случае. Мы тоже сейчас вот занимаемся, вот, занимаемся восстановлением храма, допустим, да, там источник купили сейчас, вот, ждем, когда сделают уже, вот, вывеску заготовили, да, что можно будет туда заехать. И вот там, где появились недавно вывески уже, местные уже отзываются, говорят, что вот, ну, уже кто-то начал заезжать, да. Ну, вот, вы сами рассказали, да, вижу коричневую вывеску, да, навигация, да. То есть, уже, я думаю, все автолюбители знают, что, да, где-то здесь есть какое-то интересное место. Конечно. Достаточно ли у нас, вот, если мы, да, возвращаемся в нашу Владимирскую область, Рыбинск мы забыли, мы про Владимирскую область сейчас сегодня говорим. Достаточно ли у нас вот этих коричневых вывесок с достопримечательностями? Ну, их нет, Лен. Как сказать, мы уже достаточно, когда их просто нет. У нас есть вывеска, вот, едешь в Суздаль. Все. То есть, ну, там, Муром, Суздаль, это обыкновенные знаки. То есть, дорожные знаки, это указатели. Вот, когда ездили в Алешунино, никаких указателей нет. То есть, да, если бы мы не знали, что именно ехать куда, то есть, я сразу же забил навигатор, ну, вот, там, ну, конечно, едешь, там, места, конечно, шикарные, дорога региональная, Гороховец, Мура вообще. Я еще удивился, там, Нижегородцев, море. А, ну, просто мы остановились немножко, там, у мужиков спрашиваю, я говорю, а как вот? А, говорит, мы в Муру, с Нижнего. Я говорю, почему не через Павлова? У вас, говорит, дороги лучше. То есть, это Нижегородцы, и тут, там, поток. Приятно слышать, да. Нет, ну, я удивился, действительно, дорога шикарная. То есть, она хорошая, идет, она в лесу, там, виды, ну, она видовая дорога, и идешь, просто радуешься, она такая хорошая. Вот, то есть, указателей нет, ну, навигации, как таковой, нет. Село Борисоглеб, навигация есть. Пас-Купалище, навигация есть, но она на земле. Вот, и сейчас будет осень, там, ее все снегом занесет, там, просто ничего не видишь. Действительно, навигации нужно уделять особое внимание. А кто это должен делать? Кто это вообще ставит? Кто за это ответственный? Ну, если с точки зрения ПДД... То есть, я же не могу просто, да, там, пойти, знак поставить? Да, конечно, это дорожные знаки. Но это не дорожный знак, это навигация, то есть, за которую отвечает уже... Ну, у нас ставится согласование с органами местного самоуправления. То есть, отвечает, в принципе, сам объект. Вот, ну, объект... И то, муниципальное образование, на территории которого она находится. Да, на территории которого она находится. Вот, ну, опять же говорю, это вот мы в Судогодском, Муромском, навигации нет. Вот, единственное, сейчас вот я очень хочу попасть в Феденский монастырь по Крове. Ну, сколько мы проезжали, вот я вот вижу навигацию, все, что там, указатель есть, я все же не... Давай, там, недалеко. Да, давай завернем. Давай завернем, давай завернем. Я посещу там место, то есть, как раз... Как фотографии смотришь в интернете, там, еще когда коптера там снимают, там вообще шикарные места, хочется просто действительно, ну, посетить, посмотреть. То есть, вот опять, вот, пожалуйста, да, результат, ну, вот ответ автопутешественника. Навигация и какая-то реклама об этом месте. Ну, хотя бы первоначальные знания, куда ты собираешься ехать. То есть, опять же, вы правильно сказали, у каждого свои тараканы в голове. Кому-то нравится история, кому-то нравится история, связанная, ну, с писателями, как он, например, усадьба, музей Некрасова. Кому-то нравится история. То есть, пожалуйста, там, село Кистиш, там, имение Суворовых. То есть, так, это тоже история вообще-то. Вот, Сима, то есть, тоже история, там, если вы... Да, то есть, понимаете, то есть, опять же, это нужно понимать ради чего. Есть история, там, Белокаменной церкви, есть там, Юлифпольский Кремль. То есть, тоже история, но несколько уже другая. То есть, каждый для себя выбирает направление, что он хочет увидеть. И Владимирская область, она уникальна тем, что здесь в разных... У нас даже есть места силы. Вот мы тут как бы разбирались со своей командой. Скажем, тоже-таки вот в Камешковском районе это есть. То есть, есть и легенды ходят. Ну, кстати, вот мы вчера там были на дороге, которая по БКД сделана. То есть, я задаю вопрос, я говорю, скоро Камешкова будет лучше Владимира по оснащению дорогами. Я удивился, думаю, как так идем, пешеходный переход, а прямо над ним фонарь. Я думаю, как так вот вы делаете, Владимир, такого не добьешься. Там как пешеходный переход, фонаря метод 20 от пешеходного перехода. А в Камешках он говорит, а мы как это для людей делаем. Я еще задумался, неужто у Владимира людей-то нет? То есть, как-то... Ну, вот, Лен, понимаешь, дороги делают. Делают все нормально, делают для людей. Опять же, я говорю, маленький нюанс. Чем лучше дороги, тем больше автомобилистов. Ну, опять же, вот аварии, ДТП. Опять же, здесь очень все относительно. Такое качество дорог увеличивает, там, скорость. Опять же, ну, сложно все это. Но автотуризм, как мы говорим, он развивался, развивается. Я надеюсь, он будет развиваться и дальше. Вот муниципалитеты, как вы считаете, заинтересованы ли в развитии? Потому что, с одной стороны, может быть, да, придут туристы, может быть, принесут деньги, а может и не принесут. Но, с другой стороны, необходима инфраструктура, которую нужно будет обслуживать. И вот здесь, вот, ваше мнение и потом ваше. Вы представляете, какое счастье свалилось на город Суздаль и на муниципалитет, когда там вот тысячелетие. Представляете, сколько денег свалилось на Суздаль. Конечно, Суздаль счастлив. Нет, администрация Суздаля, она, конечно, счастлива от такого большого количества денежных средств. Мы всегда об этом говорили, что, например, местным органам местного самоуправления в связи с налогообложением, с такой системой налогообложения, местный туризм не интересен. Потому что туризм – это, в основном, затраты. Все налоги уходят или в район, или уже в субъект, то есть в Владимирскую область. Именно в Владимирскую область. Именно для органа местного самоуправления туризм – это затраты. Хотя вот как раз они непосредственно и должны заниматься на местах. Да, мы как раз давно и говорили, что программа должна быть областная. Она должна полностью смотреть, где какие источники дохода, где какие затраты. Потому что не должно это ложиться на плечи органов местного самоуправления, потому что это дополнительные, опять же, затраты. То есть туризм, он должен приносить прибыль. Но он должен приносить прибыль тому субъекту, где этот туризм развивается. У нас немножко… Ну, вот такая система, которая пока не позволяет. Вот, может быть, коллега поправит меня. Да, Андрей, ваша… Мы об этом давно уже говорили, что не позволяет развиваться. Что муниципалитеты там, допустим, трудятся, а деньги в другую казну. Поддерживаю отчасти. Я помню, ну, как в общественной деятельности занимаюсь, да, у нас есть различные проекты. На какие-то проекты мы ищем грантовую поддержку. Я вот помню, как-то один раз ездил в Москву, отвозил заявку на проект и столкнулся там в кабинете с мэром Суздаля, да. Но это все равно тоже говорит о том, что, наверное, и руководство активно. Ну, хотя, может быть, оно понимает, что и все получится, да. Ситуация разная была. Гранты получили тогда? Тогда нет. Потом получили. Но проекты разные и ситуации разные. Я тут выделяю, знаете, как вот есть три группы влияния. Общественность, власть и бизнес. Наверное, везде-то как вот по-разному складывается, как они влияют на развитие района, да, и туристической инфраструктуры. Могут, например, просто Александру, да, сказать? Обязательно, да, конечно. Один любопытный эпизод, но он такой характерный для Александра. Вот, допустим, у нас достаточно сильные строительные компании. У них очень серьезное, достаточно такое и лобби серьезное, и между собой они как-то там конкурируют. Не знаю, какие у них взаимоотношения на самом деле, но вот у нас на площади сейчас строится торговый центр с ЗАГСом. Общественность была против этого строительства, потому что там срубили голубые ели, там перед этим разрушили историческое здание. Там специалисты, ну, у нас достаточно много, и там художников, люди, знаете, с таким вот взглядом, архитектор есть. Они были против этого проекта, да. Тем не менее, оно там строится. У нас сделали хорошую, отличную набережную у реки Серый. Там идет и набережная, дорога небольшая, и дальше идет территория. Там всегда был частный сектор. Сейчас этот частный сектор, ну, видимо, насколько мне известно, весь практически выкуплен на земельные участки. Там строят жилые дома. Вот у меня вопрос, например, ну, логично там было бы построить вот этот как раз и торговый центр, и офисный центр, и там были бы кафешки, потому что там практически нет на этой набережной. И можно было развивать вот этот целый кластер, да, привлекательный для туристов там. Но у нас вот нет вот этого понимания какой-то единой концепции развития. Ну, пока мы вот сейчас пытаемся изо всех сил как-то вот к этому прийти, способствовать, чтобы это вот у нас именно так развивалось. И нюансов много на местах, но сама по себе муниципальная власть, она не издвинет этот город. Тут должно быть именно, чтобы общественность поддерживала, да, ну, смотрела в одну сторону, чтобы бизнес туда же смотрела. Потому что, ну что, общественность с властью, они договорятся, давайте мы сейчас генеральный план перекроим, тут вот все вот так вот запланируем, а бизнес туда не пойдет. И что толку, да, большая работа, никто туда деньги не направит. Это тоже будет, ну, неправильно. Потом вот у нас, например, на развитие туризма выделяется 300 тысяч в год, да, на район. Плюс у нас нету специально выделенного даже специалиста, да, по развитию туризма. А кто бы даже эти небольшие деньги мог потратить, да, нормально? Ну, чтобы, который смог бы организовать этот процесс на серьезном уровне. Ну, эти вопросы, конечно, все тоже надо прорабатывать. Я, ну, один год только депутатом работаю, ну, конечно, не на все всегда хватает времени, но эти вопросы мы тоже поднимаем, пытаемся их как-то изменить, чтобы у нас как что-то двинулось. Продолжим разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Обсуждаем сегодня автотуризм, новое направление. Напоминаю, наш эфир прямой, телефон в студии прежний. Остановились на том, что вроде как автотуризм развивается, но, тем не менее, точек притяжения нет, денег не хватает, точнее, точки притяжения есть на их развитие. Денег не хватает, либо слишком мало выделяется. Нужен вот этот диалог, да, вот Андрей сказал, власть, бизнес, общественность. Реально наладить? Реально. Ну, мы же смогли, например, в этом году. Ну, как, мы к этому несколько лет шли, в этом году заключили соглашение. Не быстро, да, скажем так. Это не быстро. Да, с туристическим информационным центром, раз. То есть мы прекрасно понимаем, куда мы идем. И когда мне люди спрашивают, как, то есть мы всегда были антагонисты. То есть народный контроль всегда... Ну да, вроде как власть должны ругать, да? Да, да. То есть мы когда там всегда предъявляли какие... Ну, как, мы всегда предъявляли претензии, но мы давали решение этого вопроса. То есть мы предлагали уже законченный вариант развития событий. А здесь мы просто поняли, что у нас цели-то, задачи одинаковые. Что у нас общество, мы хотим туда приехать, и хотим это увидеть, хотим приехать по нормальным дорогам, дышать чистым воздухом. А задача власти та же самая. И как раз вот здесь мы нашли общие точки соприкосновения, что нужно работать вместе. Плюс сейчас очень много программ разработано, и Ростуризм, грантовую поддержку. Плюс сейчас департамент предпринимательства Владимирской области, они тоже свою грантовую поддержку для муниципалитетов. То есть они уже объявили конкурс, не знаю, закончился ли они, но это было в августе. А вот, кстати, а что касается специалистов? Есть ли достаточно? Да есть, есть. Ну, понимаете, специалисты Владимирской области были всегда. То есть я не говорю про Владимирско-Судринский музей-заповедник, я говорю про чиновников. То есть они были. Есть шикарные краеведы. То есть мы всегда удивлялись, почему каждый ходит своей дорогой. То есть задача власти их всех собрать воедино, коллегиально принять решение и принять на основании данного принятого решения какие-то действия предпринять. Надеюсь сейчас это все будет получаться, потому что уже, опять же, Лена, понимаете, невозможно принять взвешенное решение, если ты не будешь слышать разные мнения. То есть это и есть взвешенное решение. Надеюсь сейчас это все получается, потому что не все так быстро это делается. Потихоньку, полегоньку. Этот вектор задал Сергей Агудин. Вот он сейчас ушел, комитет раньше был по туризму. То есть он первый, кто начал такие движения делать. Я видел, как это делается. Я просто знал с самого первого рукой телекомитета по туризму, начнем хотя бы с этого. И просто я видел, как это творилось раньше. И с приходом Сергея Аудина пошли какие-то движения в сторону развития региона. Стали приглашать сюда уже всякие инфо, поводы. Суздаль опять стал развиваться не с точки зрения, приехали, погуляли, а уже когда в прошлом году караванеры приехали туда. Как раз стали уже, именно пошел разговор о мнении специалиста. Что скажут специалисты для развития того же самого Суздали. Ну там караванеры приехали. Весной этого года караванеры ходили по маршруту Вадиба Александров, Юрьев, Польский. То есть они проходили обследование, как это произойдет. Ну это компания АСИК, то есть это ихняя группа. То есть они приходили. Сейчас департамент предпринимательства делает то же самое. То есть они развивают. Мы видим, как это делается. И то, что, например, они делают. Если раньше часто критиковал работу департамента с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса, то с точки зрения развития туризма я вижу, что эти программы создают. Они выделяются деньги. Деньги идут на муниципалитеты. Муниципалитеты им предлагают устраивать конкурсы, что вы хотите. В том числе и развитие тех же самых парковок для мотоциклов, как у нас в Владимире. Сами же прекрасно понимаете. Мотоциклам не рады в центре города. Там есть просто знак. А мотоциклисты, извините меня, которые приезжают с Москвы, они все с деньгами. Они готовы здесь деньги оставить. Проблема в том, что они приезжают мимо Владимира. Парковок нет. Вот в чем вся проблема. То есть мы для них это все не создаем. То есть а эту задачу органов уже власть. Давно на линии зритель. Давайте выслушаем его. Алло, Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Добрый вечер. Я автотуризме, об автотуризме во Владимирской области много, конечно, не скажу. Я не мастер. У меня нет машины. Но как пеший гражданин Владимирской области, а именно города Владимира. Я часто бываю в загородном парке. И ежедневно там, ну, вообще две недели бываю. И вот за областной больницей или на той стороне, где именно там парк загородный, очень большое количество машин приезжает. Ну, если где загородный парк находится, там, в общем, стояночка есть, и особенно машин там поменьше, то со стороны, значит, областной больницы очень много машин. Результат какой, значит. Начиная со входа мусора, свадебные столы кругом. Вот. Разбросаны и бутылки, и то, что не может перерабатываться. Это огромные мешки, которые почему-то с собой не забирают. Везде там есть люди. И никто в основном, я понял так, за собой этот мусор не убирает. И как бы вот нам, допустим, чтобы вы этим делом тоже занялись и привлекли бы, допустим, полицию, коллодию нашу, чтобы в лес можно было заходить после таких автотуристов. Спасибо большое. Ну, давайте начнем с того, что там парковок, там нет. Оборудованных мест, стоянки, там нет. Она стихийная. Да, заезжают просто в лес. Просто заезжают в лес, да. Поэтому для того, чтобы хотя бы начнем с малого, давайте хотя бы что-то организуем. Там, когда вот, ну, я часто езжу туда, когда проходят выставки там собак. То есть, мы с женой приезжаем, мы смотрим, проблема с теми же самыми урнами, проблема с теми же самыми туалетами. Понимаете, когда мы начинаем требовать от кого-то убирать мусор, нужно сначала понять, куда его убирать. Потому что тащить там через километр этот мешок машину, ну, так сказать, не все воспитаны должным образом. Начнем хотя бы с этого, это культура воспитания. Поэтому должны, прежде чем какие-то массовые мероприятия проводить, нужно к ним подготовиться, о чем мы уже говорили. Чтобы место просто банально не загадили, как это происходит после выходных в том же самом загородном парке. То есть, парковка, урны, места сбора тех же самых, всякие гадости, туалеты, то есть, и все будет нормально. То есть, люди постепенно сами будут к этому привыкать, что есть место, куда все свалить. А тем более, там очень много гуляют мамочек, папочек с детьми. То есть, как раз вот они и должны эту культуру прививать. Что ты поел там шашлычков, убери за собой. Когда ребенок видит, как мама с папой это делают, у нее в голове все это будет откладываться. То есть, мы должны с самих себя начинать. То есть, здесь, ну, можно, конечно, полицию привлекать. Но именно руководство загородного парка сначала должно хотя бы обустроить что-то. В первую очередь, сделать само. А потом уже требовать от всех остальных. Хорошо, давайте вот поедем в Александров виртуально. Что на сегодняшний день можно посмотреть, вот, если, допустим, да, человек приедет на машине, реально ли вот приехать. Ну, автодом, я поняла, у нас ни у кого практически нет в области, да, поэтому тут про автодом, наверное. Ну, зарядиться, наверное, автодом у нас пока вряд ли где получится. Хотя вот сейчас набережную сделали, опять же, там достаточно места для стоянки. И это сразу-сразу стало видно, что останавливаются машины там с московскими номерами. Ну, и видишь, в принципе, люди какие-то новые появляются, они приезжают там, останавливаются, гуляют. Оттуда можно пройти, пожалуйста, к собору, на соборную площадь. Рядом там сквер у нас сделали. То есть, в принципе, вот в этом, в центре можно погулять. Ну, соответственно, оттуда вид на наш Александровский Кремль. Туда можно прогуляться, все это вот в такой шаговой доступности. Мы, я знаю, что на прошлой передаче, мой коллега Дима Полянский, как раз Алексей, дарил книгу про Александров. Прочитали, прочитали. Там картинки хорошие. Там есть детские рисунки, да. Там есть квест как раз вот по этой центральной улице. Вот, и там можно походить, погулять, в принципе, где-то на час-полтора. Также можно там сходить кофейку, попить, покушать. Ну, это вот то, что остановка такая на 2-3 часа. Ну, в более широком смысле, понятное дело, есть у нас, так сказать, духовное направление, да, монастыри, Лукьянцевская пустыня, Махра, да, где там Стефан Махричинский, как сказать, собеседника Сергия Радоневского, да, основного монастырия. Есть у нас такие восстанавливающиеся усадьбы, есть у нас сельский туризм. У меня есть традиция, мы в своей фирме корпоративы проводим, ну, знаете, какие-то интересные места, музейчики и всякие прочее. В этом году сложилась какая-то проблема, не смогли вводить... Вот еще, да, там для каждого предприятия, для каждой маленькой фирмы на заметку, в музей, в какой-нибудь... Как противный дух воспитывает. Да, да, да. Не смогли попасть в запланированный музейчик, ну, у нас фирма небольшая, нам много не надо. Узнали, что есть у нас фермер, фермер непростой, фермер-художник, семья художников, достаточно известный, Иван Кириллов, Мария Подкопаева, нас просто познакомили, говорю, что что делать-то, можно мы к вам хотя бы приедем и у вас это самое, ну, покушаем, накроните нас там. А у них все свое, там хлеб, сыр, козье молоко, масло, тыквенные конфеты. И мы, она, давай, ну, я говорю, посчитай, сколько там надо. И мы поехали туда, и у них такая гостиная, камин, картины, их висят, и все такое атмосферно. Я знаю, что Мария, она этим занимается, она у себя принимает гостей, а у них там мини-зоопарк, у них там, ну, как они его разводят, этот мини-зоопарк, и потом продают, да, у них там и индюки, и свиньи, и всякое прочее. И у нас вот такое есть, и ни одно место, вот если его посмотреть, поискать, их немножечко подсветить, это тоже интересное такое направление получается. А историческая часть у нас, конечно, такая она масштабная. У нас вот привыкли, что Иван Грозный, да, это вот у нас получается, за последние 500 лет было три столицы, только Москва, Санкт-Петербург и Александров во время Прещины, да? А, сейчас с вами тут сейчас можно спорить по поводу столиц, ну ладно. Нет, ну, а других не было, уже за последние 500 лет. И все на это внимание акцентируют, а забывают, что у нас и Петр первый бывал, и Елизавета Петровна у нас жила, да, около 10 лет, и Александр Невский мы почитаем как небесного покровителя. Да, нет, а если, да, там, к писателям и так далее, там, да, Цветаева, да. Ну, проще, у нас, конечно, потенциал большой в историческом плане, да, вот эти вот места все подсветить, и планы такие есть, и проект, есть вот «Река времени» проект, он в свое время выигрывал тут какие-то областные тоже конкурсы по своей содержательной части, вопрос только, конечно, в это во все надо вкладываться. Мы в последнее время пошли немножко другим путем, вот мы сейчас вырабатываем концепцию, мы понимаем, что туризм так или иначе, все равно это достаточно как бизнес, это, наверное, все-таки сложный бизнес, да, и его больше развивать в надежде, что, ну, как бы придут какие-то инвесторы, которые здесь будут зарабатывать, оставлять деньги, ну, это одна сторона. Мы все-таки туризм, развитие туризма видим еще как развитие благоустройства города, развитие благоустройства его центральной части, и помимо этого развитие благоустройства в районах. И мы вот задумали такой проект, мы хотим подсветить улицы нашего города небольшими скверами с монументами, которые рассказывают о том, в честь кого названа эта улица. Мы сейчас начали прорабатывать проект сквер имени Косович, это небольшая улица, которая названа в честь одного из руководителей города, которая в 60-70-х годах XX века, она руководила городом, много для него сделала. И вот вот наш первый такой проект, 3 августа было заседание Совета народных депутатов, где приняли положение об инициативных проектах. То есть жители могут сами предложить проект, проработать его, прописать там, кто какой будет принимать участие, потом это все выносится на комиссию в администрацию, и администрация принимает решение. Вот насколько жители активны, потому что одно дело, когда это касается твоего двора, когда ты вот вышел, тебе понятно, вот эта тропинка, это моя парковка, а вроде как улица, вот кто бы другой или нет? У нас сейчас в Александрове так сложилось, есть определенный подъем. У нас была неприятная история там со свалкой и всем прочим, да, у нас народ поднялся, сплотился, отбил этот мусор. То есть теперь вы на этом фоне, уже инициативная группа есть? Да, Костяк, он готов и на субботники выйти, и какие-то проработать проекты. Вот тот же самый, вот Север Косович, да, наш соратник сделал вот этот проект, мы сейчас уже с ним наглядно ходим, его везде там продвигаем, рекламируем. Группа есть, но это вот группа общественников. Сейчас мы пытаемся как-то наладить работу с властью, да, внутри власти и снаружи власти. И, конечно, как-то потихонечку думать, как привлекать какие-то средства, грантовый бизнес как-то привлекать. И интересный еще момент какой. Мы сейчас пытаемся тоже работать над концепцией возврата наших уехавших земляков, и чтобы люди приезжали к нам в Александров, ну, со своими идеями, потому что такие прецеденты есть. У нас вот есть такое понятие, там, знаете, дауншифтер, люди, которые там чего-то достигли. Да, то есть в Москве денег заработал, теперь удаленка. И потом назад уезжают. И вот среди наших соратников есть такие. Ну, и есть просто наглядный пример, ребята там приехали, открыли кофейню, да, сейчас это уже у них небольшая сеть кофейн. Они просто делают это красиво, хорошо, это интересно и жителям, и туристам. И вот таких вот, ну, потихонечку такие места появляются. Такие люди приезжают в город, и вот мы очень дорожим и хотим думать, как вот это развивать. Потому что это, знаете, тогда развитие идет, ну, как, с одной стороны, хаотичное, а с другой стороны, очень интересное, иногда удивляет. Конечно. Вот у нас есть такая группа инициативная, которая сейчас Андреев у вас? Я что-то задумался, жалко, что у нас нет свалки. Знаешь, Лена, действительно, там свалка вот Александровская. Не только их объединила. Дело в том, что и мы к ним подтянулись, потому что это уникальный опыт. У нас нету группы лиц, у нас каждый работает сам по себе, как вот Басни Крылова. Я буду очень рад, если подберется группа лиц, которая действительно будет работать в рамках концепта какого-то, чтобы двигаться именно на развитие того же самого города Владимира и Владимирской области. Ну и буквально у нас две минуты, поэтому мини-рецепты для наших телезрителей. Впереди еще долгое время сухих дорог, комфортных, поэтому такой рецепт мини-путешествия, куда отправиться, может быть, там в ближайшие выходные. Андрей. Мы всех приглашаем в Александров. Хотите, оставьте телефон, позвоните. Мы попробуем даже вам какую-то мини-экскурсию провести по центру. Пожалуйста, по нашей книге, по квесту. И ищем книгу. Ищите Андрея Дмитрия в соцсетях. Экскурсия, книга, да. Да, экскурсия, книга будет. Хорошо. Итак, ближайшие выходные приглашения от Андрея Дмитрия в общественное деятельное депутаты СНД Александровского района в Александров. Алексей. А я куда душе будет угодно, потому что опять у каждого свое, у кого-то история, у кого-то церкви, у кого-то просто погонять на автомобиле по юшке, пока их, конечно, в пробку не встанет. То есть, опять же, каждому свое. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь, развивайтесь, отдыхайте. То есть, ну и пытайтесь это время использовать для того, чтобы свою душу немножко как бы... Ну и ждете инициативных граждан со своими предложениями. У нас на сайте, в социальных сетях у нас есть конкурс. Сегодня он подведет итоги. Мы будем дальше продолжать, где мы всем владимирцам предлагаем показать свои точки, которые они предлагают для развития туризма. Вот завтра Полина Артюх подведет итоги первого конкурса. Мы увидим победителей. Мы покажем, какие места предлагаются с разных районов нашего Деменской области. И, скорее всего, мы в конце сентября запустим новый конкурс уже более зимнего такого туризма. Потому что понятно, сейчас как бы лет, а будет зима. Поэтому, принимайте участие, показывайте, что вы хотите показать. Это тавтология. Спасибо большое. Наш гость сегодня, председатель правления общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов. Алексей, спасибо вам. Вечер. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте. Вариант-в.ру На сегодня это все. С вами была Елена Павина.